Дарья Верширенко Всем остальным домашний арест в ночное время Политическая воля, закон и профессионализм Украина борется с ворами в законе Это очень серьезный прорыв Оружие, боеприпасы, наркотики, контейнеры из Канады и США полны сюрпризов Из Канады и США в Украину везут в контейнерах бывшие в употреблении автомобили на продажу Вот только некоторые автомобили полны сюрпризов Что приплыло в Украину и что изъяли в Одесском морском порту В нашем дайджесте новостей Страны, из которых прибывают машины, в основном имеют более лояльное законодательство Относительно оборота оружия, боеприпасов и наркотических веществ Пограничники одесского отряда во время проверки автомобилей за границей Обнаружили 14 единиц оружия, более 2000 патронов, почти 54 килограмма наркотиков Это данные за прошлый год Только во время последней проверки в салоне автомобиля «Форд», который прибыл из США Обнаружили 25 охотничьих патронов А в «Лексусе» нашли 50 патронов для автоматического пистолета «Кольт» 45-го калибра Пограничники все это изымают и подчеркивают, что находки не несут никаких хлопот лицам, которые приобрели эти машины Напротив, бдительность пограничников лишает новых автовладельцев потенциальных проблем из-за океанских сюрпризов В Донецкой области криминальные авторитеты устроили встречу в одной из тюрем области, где выбирали нового главаря Там их и накрыла полиция Об этом сообщает прислужба нацполиции в Донецкой области Лица, которые оказывают влияние на криминогенную обстановку в регионе, избирали нового руководителя, который контролирует так называемый общак Назначает смотрящих по разным направлениям, а его решения обязательны для исполнения заключенными, пояснили в полиции Пятерым сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью первой статьи 255.2 Уголовного кодекса Украины Это организация содействия в проведении или участие в преступном собрании сходки Подозреваемым грозит от 7 до 12 лет лишения свободы Как в Украине борются с ворами в законе? Подробный сюжет смотрите буквально через несколько минут На Луганщине глава химпредприятия не уплатил 20 миллионов гривен налога и сбежал Как сообщает офис генпрокурора, ему сообщено о подозрении по факту умышленного уклонения от уплаты налогов По данным следствия, чиновник химического предприятия организовал противоправную схему уклонения от уплаты налогов По его указанию, в 2017 году с расчетных счетов ЗАО незаконно выводились денежные средства на другие предприятия холдинга под видом беспроцентного займа и финансовой помощи Таким образом, подозреваемый умышленно уклонился от уплаты налога на доходы физических лиц В государственный бюджет не поступило 20 миллионов гривен В Луганске спецслужбы РФ массово изымают сим-карты украинского оператора В оккупированном городе в ведомствах и министерствах прошли проверки на наличие у сотрудников сим-карты украинского мобильного оператора Об этом сообщили местные жители в соцсетях По словам Луганчан, в конце прошлой недели были проведены устрашающие рейды При этом представители спецслужбы РФ изымали карточки, даже если они были отключены По словам Луганчан, в местных госучреждениях уже давно установили запрет на пользование мобильными операторами связи Украины С 2020 года запрещено привязывать личные аккаунты госслужащих в социальных сетях с таким номером Луганчане говорят, что спецслужбы страны-агрессора рассматривают украинскую связь как ту, которая прослушивается СБУ В системе украинской бесплатной правовой помощи, которой на днях исполнилось 10 лет Произошли изменения, которые касаются людей, проживающих на временно неподконтрольных территориях и временно перемещенных лиц В тестовом режиме заработал кабинет клиента системы БПП Можно зарегистрироваться, зайдя на сайт, либо по специальному QR-коду Получить бесплатную консультацию можно онлайн, не прибегая к помощи мобильных операторов Что очень актуально для жителей неподконтрольных территорий Если мы говорим про людей, которые находятся на неподконтрольных территориях Раньше они могли воспользоваться мессенджерами правовой википедии, приложением «Твое право» И это мы видим по статистике заходов в наши приложения Люди заходят из Луганска, из Донецка Но если мы говорим про подачу заявления на предоставление вторичной правой помощи Раньше им нужно было приехать на подконтрольную территорию, прийти в центр и подать заявление Простой пример установления факта рождения или смерти Нужно было пересечь границу, приехать, подать документы Это время Сейчас, возможно, находясь на неподконтрольной территории Имея квалифицированную электронную подпись Подать документы, подписать их, дождаться принятия решения И приехать уже сразу получить эту вторичную правую помощь В Мариуполе служебный пёс нацгвардейцев обнаружил зарычатку возле пешеходной аллеи И смог предотвратить теракт Так, во время патрулирования служебная овчарка резко начала реагировать в сторону дерева на аллее Мимо которой проходил маршрут гвардейцев Подойдя поближе к ёлке, служебный пёс дал понять, что возле дерева, вероятно, находится опасный предмет Взрывотехники изъяли две третиловые шашки весом 200 граммов Каждая и передали их работникам полиции для проведения экспертизы Хотел вернуть деньги за коня, а получил реальный срок Пенсионер из Сум приговорён к трём годам условного заключения за то, что привлёк к разрешению спорной сделки Не украинский суд или полицию, а уголовника по кличке Жаба По данным открытых источников, это далеко не последний человек в преступной иерархии Жаба является правой рукой одного из наиболее известных украинских воров в законе Лёры Сумского И если первому сейчас грозят реальные годы на нарах, второй тоже недавно попал под санкции украинских властей Как политическая воля, закон и профессионализм формируют единый антикриминальный кулак Смотрите далее Ворам в законе в Украине объявлена война Место жительства? Место жительства? Нет, место жительства Кем являетесь в русском мире? Вор За последний год правоохранители провели более 70 задержаний уголовных авторитетов Буквально на днях сотрудники департамента стратегических расследований нацполиции При поддержке офиса генпрокурора арестовали двоих самых влиятельных из них По оценке стражей закона Умку и Лашу Свана Их обвиняют в организации разветвленной сети преступных групп Полиция, руки за спину Вор Какой вор, детский сад, что ли? Это был влияние на криминальных авторитетов, так называемых смотрящих Это был распредел злочинных денег, так называемого злочинного общаку То есть оперативное керувание этим общаком И создание злочинного группования в целом Интересно, что по данным оперативников Оба задержанных получили свой так называемый уголовный статус При поддержке топ-представителей российского криминала Лаша в России сидел за хранение наркотиков и подделку документов А в 2008-м вляпался в комичную историю По данным СМИ, тогда авторитеты собрались прокатиться на теплоходе «Москва» И попутно обсудить назревшие проблемы криминального мира Единственным, кто попытался бежать, увидев группу захвата, стал именно Лаша Сван Впрочем, побег не удался На этих кадрах только что выловленный из воды мокрый уголовник Где родились? Есть еще кто? Сухуми Сухуми Вором в законе являетесь? Есть Громче Да Уголовная кличка как? Нету Как между собой называют? Нету Нету Лаша Лаша В 2021-м уже украинские полицейские задержали Лашу в гостинице Днепра А его напарника Умку по дороге в аэропорт Он планировал покинуть Украину чартерным рейсом По информации правоохранителей, задержанные дергали за преступные нити Едва ли не в каждом регионе Украины Умка є представником так званого новітнього або сучасного злочинного світу Він був коронований в Санкт-Петербурзі в 2014 році І знаходячись в статусі своєму злодію в законі жодного разу не затримувався правоохоронцями Засилье бандитов с российскими корнями наблюдается в Украине с 2014 года, говорит глава Комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский К этой ситуации, по его словам, приложили руку спецслужбы Кремля Благодаря ФСБ России, многие воры в законе специально забрасывались, делегировались в Украину, чтобы дестабилизировать ситуацию Очищать страну от криминальных элементов и так называемых паханов начали год назад из Киева Тогда Верховная Рада приняла революционный закон об ответственности за преступления, совершенные преступным сообществом В законодательное поле были введены понятия «вор в законе» и «сходка», а у страны появился шанс избавиться от уголовных метастазов, пронизывающих ее десятилетиями К сожалению, очень часто воры в законе, ну, ставали политиками или контролировали политиков, да И этот вопрос, который тоже очень серьезно, по сути, стоял, что, ну, не могли приняться подобные законы в прошлом парламенте и ни в одном из прошлых парламентов Потому что очень часто влияние именно было связано с тем, что большие группы депутатов были лояльны к тому или иному ворозакону На данный момент уже объявлено о подозрении шести так называемым «ворам в законе» По обновленному кодексу им инкриминируется первая часть статьи 255-й Руководство преступными организациями и координация их деятельности По словам главы профильного парламентского комитета, бандитская система реально зашаталась Это очень серьезный прорыв, чтобы вы понимали, сейчас руководители тех служб в полиции, которые занимались разработкой этого и продолжают заниматься разработкой этого процесса Выделена государственная охрана, их семьям угрожает опасность, их реально поступает масса угроз Тем временем вынесен и первый приговор Правда, ответственность пока что понес не сам вор в законе, а человек, который обратился к нему за услугами Это история с нотками юмора, но в итоге она приобрела серьезный оборот Пенсионер из Сум Николай Островерхов летом 2020-го приобрел коня, но животное наотрез отказалось ездить в повозке Покупатель хотел вернуть деньги, однако продавец заупрямился и не согласился Раздосадованный Николай решил обратиться за помощью, как он говорит, к другу детства По версии следствия, одноклассник Николая оказался далеко не простым человеком Это был уголовник по кличке Жаба, за плечами которого три судимости, полученные еще во времена СССР Сейчас он обладает высоким статусом в преступной иерархии региона В ситуацию вмешались правоохранители, которые начали документировать факты преступного воздействия Незадачливого владельца коня задержали, и только благодаря чистосердечному признанию Вместо трех лет тюрьмы он получил условный срок Подозрения, конечно, вручили и Жабе По нашей информации, 64-летний авторитет прибывает в больнице на продолжительном лечении Давать показания есть о ком, ведь Жабу называют правой рукой известного в узких кругах уроженца Сумщины Льоры Сумского Влиятельного вора в законе не только в Украине, но и на всем постсоветском пространстве Льора, впрочем, тоже отныне не может спать спокойно Он попал в список граждан, против которых украинскими властями введены персональные санкции В мае решением СНБО и указом президента были заблокированы активы 557 международных преступников Большинство из них находится за пределами Украины, а количество тех, кто пребывает в нашей стране на воле, на сегодня сократилось вдвое Санкционный список и база международных преступников, с которой работают правоохранители, также служат преградой для попадания уголовных элементов на территории Украины Вот, например, из страны выдворяют так называемого Зюзю Судимы? Да Статьи? Сейчас не вспомню Вор? Вор ли не? Я знаю сам, кто это Также из последних прецедентов – отворот-поворот на границе такому себе Самвелу Московскому В 2017-м его уже судили в Украине за вымогательство и незаконный оборот оружия Переводчик будет мужчина или женщина? Еще не знаете Женщина Женщина, да? Женщина была А какое решение суда вы ожидаете? Только оправдательный перевод Я думаю, что ця криминальная особа или цей криминальный авторитет повертался до территории Украины, понимая, что санкционные списки еще неоприлюднені Вин приездил для того, чтобы встигнуть распределить певню роль среди своих злочинных группований, которые он мав в подпорядкувании Разобраться с активами своими, руховым или неруховым майном, забрати, возможно, какие-то деньги, документы, еще что-то, а потом все-таки покинуть территорию Украины Однако замысел Самвела не удался, имея информацию о его бэкграунде Лицо с таким уголовным шлейфом пограничники просто не пропустили Это и есть, я скажу, прикольно того, что Украина сейчас уже не прихистком для злочинных элементов из разных стран И мы теперь так же жорстко будем реагировать на их действия, и не только в рамках криминального процессуального законодательства, а еще и в рамках санкционных списков Мы понимаем, что мы не будем вытрачать час и усилия на документование их злочинной деятельности, раскрытие злочин, которое они скояли А превентивно не даем их скоять на территории Украины Сегодня вороны в законе уезжают в Турцию, другие страны, в частности, Турция одна из наиболее популярных Но буквально два года назад самая популярная страна Европы была Украина, куда ехали вороны в законе Однако расслабляться еще очень рано, борьба с уголовным миром может продлиться не один год И сейчас на повестке дня вопрос противодействия криминалу в местах лишения свободы Я вам хочу сказать, что после этого певные установки выполнения покараний не имеют смотрящих, потому что они отмываются ставить смотрящими, понимая, что через некоторый час им будет глушена подозра И добавится вагомая часть или великий срок отбывания покарания Впрочем, нередко так называемые воры в законе все же распространяют свое преступное влияние даже из тюрем Возможные контрмеры сейчас прорабатываются специалистами совместно с уголовно-исполнительной службой Должны быть отдельные зоны или блоки в существующих зонах для воров в законе То есть они должны быть изолированы от всех других Если они находятся в общей среде, то не будет вообще того эффекта Не будет пристановлен тот преступное влияние, которое они имеют Пример такой тюрьмы есть в Грузии На окраине Тбилиси находится единственное в мире исправительное учреждение, где содержатся сугубо воры в законе Здание надежно спрятано за корпусами МВД и высоким железным забором Денис Монастырский уверен, задержание и подозрение ворам в законе, а также криминальным авторитетам разных мастей Только начало борьбы с организованной преступностью Но на этом фронте очень важно обезвредить именно главарей Подход снизу, да, он не решает вопрос Вы можете выдернуть одного человека, кто ворует автомобили На его место придет второй, дальше третий, пятый, десятый Почему? Потому что это место, оно, скажем так, застолблено за определенной бандой, скажем так А в районе можно стать безопаснее только тогда, когда уйдет это преступное влияние так называемых смотрящих Не говоря уже о том, что отсутствие воров в законе и криминальных авторитетов разного ранга В том или ином регионе даст однозначный позитивный сигнал обществу Сторонники так называемой преступной субкультуры Уже сейчас все лучше понимают неизбежный итог преступных действий А потому, хочется верить, не будут идти по стопам своих кураторов Смертельный взрыв на Позняках в Киеве И вот спустя 10 месяцев названы те, кто может быть к этому причастен Одного из подозреваемых нашли на территории Луганской области Утро 21 июня 2020 года Этот день стал последним для пятерых жителей столичной десятиэтажки в спальном районе В жилом доме прогремел взрыв Погибли люди, а многоэтажка сложилась словно карточный домик Сейчас пострадавшие ждут помощи от государства Нескольким семьям уже выделены первые обещанные квартиры Марина Писаненко жила в том самом доме с самого детства День трагедии, когда в одночасье рухнуло все, старается вспоминать осторожно Слишком свежа рана Марина старается не выдавать своих эмоций Воспоминаний, конечно, много Много чего вспомнилось в момент разбора, в момент, когда снимали плиты непосредственно с нашей квартиры И вот тогда много всего вспомнилось О случившемся Марина узнала от подруги Та увидела сюжет в новостях и прислала смс Как там твои родители? Ведь они жили в том самом доме Мне написала моя подруга, спросила, все ли хорошо с родителями Я не поняла, в чем дело Марина сразу же начала вызванивать своих родных в надежде, что все живы И трагедия их не коснулась Наша квартира была на седьмом этаже Седьмой этаж – это эпицентр взрыва К счастью, родителей в момент трагедии не было дома Мама Марина решила уехать на дачу Отец утром поехал по своим делам Даже ни о чем не подозревая Марина поехала посмотреть, что же стало с их квартирой Хотела забрать личные вещи, но подойти близко было уже невозможно Всплывала лишь информация о погибших Через пару часов я уже приехала к дому Уже было все в оцеплении Уже были все сотрудники, спасатели на месте, скорая Уже все были там По словам пострадавших, за несколько недель до взрыва К ним приезжали сотрудники Киевгаза Снимали показатели счетчиков И никаких проблем не обнаружили Но после проведенной экспертизы все были шокированы Ведь оказалось, что сотрудники Киевгаза снимали газовый счетчик из квартир И устанавливали вместо них технологические перемычки Именно эти действия и стали, по версии следствия, причиной взрыва По данным экспертизы, именно установление вот этой технологической перемычки Привело к утечке газа и, как следствие, разрушению квартиры Для того, чтобы провести экспертизу на месте происшествия Необходимо было и сотен деталей собрать доказательства причин трагедии После проведенной экспертизы удалось установить и подозреваемых По результатам судебного расследования подозрения были оглашены Служебным лицам компании Киевгаз Круг подозреваемых был определен по результатам судебной экспертизы Которая проводилась с момента происшествия Фактически до оглашения подозрения Среди служебных лиц, которых подозревает прокуратура В совершении правонарушения Это первый заместитель главы правления компании Это директор одного из филиалов Это двое главных инженера и начальник службы охраны труда Кроме этого прокуратура собирается вручить подозрения еще одному фигуранту Который непосредственно принимал участие в согласовании инструкции установления перемычек Это бывшая сотрудница Киевгаза Она уволилась практически сразу после трагедии И, по данным следствия, в настоящее время находится на неподконтрольной Украине территории Луганской области В настоящее время подозрение оглашено по статье 272 Уголовного кодекса Она предусматривает как ограничение свободы, а также и лишение свободы на срок до 8 лет В самой компании Киевгаз от комментариев отказываются Объясняя это тем, что пока продолжаются следственные действия, компания не может ничего говорить Дело еще не передано в суд, пока что подозрения предъявлены Пятеры подозреваемым, после чего будет передано дело в суд, только так Подозреваемые все еще работают в компании Киевгаз Их не отстранили Днем они ходят на работу, а вечером и ночью отбывают домашний арест Свою вину они отказались признавать Первому заместителю главы управления убрано личное обязательство Всем остальным домашний арест в ночное время Среди подозреваемых непростые работники, которые проводили эту проверку и замену счетчиков Речь идет о должностных лицах, которые непосредственно принимали участие в разработке В согласовании вот этой технологической инструкции, на основании которой и была проведена замена газовых счетчиков на технологическую перемычку На сегодняшний день пострадавшими признано 40 семей Им нанесен материальный ущерб на сумму более 53 миллионов гривен В результате взрыва люди потеряли свое жилье Деньги, по словам пострадавших, им выплатили Но большинство жить в квартирах не могут Мы получаем материальную помощь на ремонт в размере 2925 гривен на метр квадратный нового жилья И сразу практически после взрыва мы получали материальную помощь на каждую семью в размере 50 тысяч гривен И 60, 70 и 80 в те семьи, которые были пострадавшие в зависимости от степени тяжести Мы получили все эти суммы Как бы просто вопрос уже за квартирами Людям сразу же после трагедии вручили сертификаты на новое жилье Однако комплекс, где находятся эти квартиры, все еще строится Пострадавшие до сих пор живут на чемоданах Мы на данный час проживаем в гуртожитке социальному Занимается выдачей квартир потерпевшим представительница офиса президента И хорошая новость для всех пострадавших До конца месяца все смогут заселиться в свои квартиры Связалась с руководством Пообещали до конца этого месяца всех вас уже запустят И что будете делать ремонты Также ущерб был нанесен владельцам автомобилей, которые были припаркованы возле этого дома Взрыв был настолько мощным, что десятки машин, что стояли под домом, тоже были повреждены Владельцы этих транспортных средств, по словам прокуратуры Киева, также могут рассчитывать на компенсацию материального ущерба Берегите себя и своих родных Увидимся через неделю Пишите на почту право-направо, собачка, канал Дом ТВ А мы сделаем все, чтобы вам помочь Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова